Друзья, перед тем, как перейти к моему видео, я хочу сегодня вам сказать, что я научилась работать с агар-агаром и хочу вам показать сегодняшний мой мармелад из агар-агара. Но прежде всего хочется вам рассказать, почему именно агар-агар. Агар-агар это смесь полисахаридов. Получается агар-агар экстрагированием из красных водорослей, а желатин получается это вытяжка из костей. В основном мы знаем, что агар-агар имеет, можно сказать, противопоказаний почти не имеет, потому что эта вытяжка идет из красных водорослей, которые произрастают в Черном море, Белом, Тихом океане. А желатин, желатин, вытяжка из костей, которые разработал французский химик Жан Д'Арце в 1801 году, для использования его как дешевого продукта питания в благотворительных учреждениях. И в основном в последнее время я пытаюсь уйти от желатина. Почему? Потому что, ну вот, например, скажем, какой вред от желатина может быть? Избыток желатина в рационе создает условия для образования оксалатных камней, а это приводит к мочекаменной и желчекаменной болезни. Ну, избыток желатина также повышает свертываемость крови, что противопоказано при атероскоррозе и склонности к тромбофлебитам. А в нашей жизни мы знаем, что у нас сейчас желатин везде. То ли это витамины, то ли это рыбий жир. Желатин используется сейчас очень и очень много. То есть в нашем организме, я так думаю, желатина много. Поэтому я решила заниматься агар-агаром. И сегодня я поняла, как с ним работать. Сегодня я сделала мармелад из агар-агара. Я вам показываю там, я его обваляла в моем любимом льне. Но его можно обваливать еще в кокосовой стружке, можно обвалять в сахаре. Мы попробовали потом с нашей бабушкой. Вкусно, хорошо, просто обваляли в сахаре. И почему же все-таки агар-агар? Ну, то, что мне нравится. Выведение токсинов и шлаков. Очищение печени. Укрепление легких. Это то, какие плюсы я нашла в пользу агар-агара. И те, которые минусы, я нашла в пользу желатину. Поэтому, друзья, выбор за вами. Я вам рассказала, почему перехожу на агар-агар. Почему нет желатину. А вы выбирайте сами. Друзья, кто не успел еще подписаться, подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Пишите обязательно комментарии. До новых встреч в эфире. Пробуйте. Мой мармелад. Можно... Там я взяла пирсики. А можно взять яблоко. В следующий раз я вам покажу с яблоком. Друзья, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего дня. Друзья, сегодня мы будем приготовим мармелад с агар-агар. Сюда мы будем использовать персики и персиковый компот. Агар-агар 8 грамм. Я с нашего персикового компота солью 200 грамм именно компота. А сами персики мы потом комбайном размолотим на мелкие кусочки. И будем заливать агар-агаром. Агар-агар 8 грамм. Высыпаем в кастрюшку. Почему в кастрюшку? Потому что потом мы будем подогревать агар-агар. Вначале мы поставим... Заливаем подогретым... Все выкрутили. Подогретым компотом. Теплым. 40 градусов. Размешаем сам агар-агар. И оставим... Оставим на полчасика, пусть он постоит. Потом мы его подогреем. Чтобы у нас до конца растворился. И будем заливать наши формочки совместно с персиками. Персики достали из компота. У нас таких вот 10 половинок. Сейчас на комбайне их размелим. Комбайн у меня с таким ножом. Размалываем. Отогреваем наш агар-агар. Помешивая постоянно до прозрачности. Агар-агар почти закипает. Вот он у нас еще немножко мокноватый. Должен быть полностью прозрачный. Постоянно помешиваю. И теперь наши подготовленные персики. Добавляем наш агар-агар. Быстро перемешивая. Перемешиваем быстро, потому что агар-агар очень быстро застывает. Отправляем в холодильник на полчаса. Потом порежем и наши мармеладки без сахара, без химии. Такие, которые можно спокойно давать детям. Но сахар только тот, который мы бросили в компот, когда закрывали. Друзья, достали из холодильника. Сейчас мы его выложим. Порежем. Достаем. Хорошо отделяется. Аккуратно перевернем. Есть. Красиво порезали. Порежем так, чтобы каждая... Толщина была 5-7 миллиметров. Порезали. И вот такие получились у нас кусочки. Сейчас мы этим кусочки. Далее можно их обвалять. Я обваливаю в моем любимом льне. Вот обваляли. Лен. Пробовала в сахаре. Не рекомендую. Сахар расплывается. Или можно положить не обваливая. Можно обвалять в кокосовой стружке. Можно обвалять в кунжуте. У меня сейчас будет лен в зернах. И лен молотый. Молотый лен. Вот тоже интересно получается. Подсушивает. И такой неплох. Друзья, такой получился у нас мармелад. На вкус. Мне нравится. Пробуйте, экспериментируйте. Продолжение следует.